Добрый вечер, дамы и господа. На всякий случай напомню, меня зовут Вадим, я финансовый аналитик официального партнера Альпари в Минске. И сегодня у нас с вами проходит очередной традиционный день открытых дверей. Когда я его назвал традиционным, я, наверное, немножко слукавил, на самом деле он не совсем традиционный. Многие из вас здесь уже были неоднократно на таких наших днях открытых дверей. Вы видели, что обычно тут выступают специалисты нашей компании, рассказывая преимущественно о каких-то финансовых рынках, методах торговли, методах анализа. Здесь очень часто выступают наши клиенты, трейдеры, которые хотят поделиться со своими коллегами методами торговли, своими наработками. Но сегодня у нас действительно несколько необычный гость. Хочу напомнить, что компании, работающие под брендом Аль-Пари, представлены в очень многих точках земного шара. И везде, где мы работаем, везде, куда мы приходим, мы стараемся сотрудничать с сильнейшими игроками финансового рынка, с биржами, с банками. И Беларусь в этом случае не стала исключением. Наш офис в Беларуси сотрудничает с Белгазпромбанком. И сегодня я хочу представить вам руководителя группы текущих операций Белгазпромбанка Елисеенко Светлану Александровну, которая сегодня расскажет нам об использовании пластиковых карт при проведении платежей в сети интернет. Я думаю, это будет интересно всем как бы и с общеобразовательной точки зрения, но также с учетом того, что очень многие наши клиенты при операциях с пополнением счета используют такой способ платежа, как перевод с помощью пластиковой карточки. Попрошу вас поприветствовать Светлану Александровну. Спасибо большое. Что у нас сегодня нужно? Так. Давайте как-то. Какие вот пониже, повыше? Какого-то так нормально. Наверное, так с другой стороны. Эх. Не та модель. Так. Ну что ж. У вас или свои? Вы имеете в виду, кому? Я, наверное, начну с представления сейчас, да, и потом уже пойдем с вами по презентации. Ну, во-первых, хочу с вами со всеми поздороваться. Я так очень рада увидеть здесь такую замечательную аудиторию, так много молодых людей и дам, и девушек, которые интересуются финансами. Это на самом деле очень так для меня очень важно, да, что такое происходит на стране. Если рассказать о себе, то я в пластиковых картах работаю уже, по-моему, около восьми лет. Я до этого работала в расчетном центре пластиковых карт системообразующего банка, и вот уже около трех лет работаю в Белгоспромбанке, курирую развитие новых проектов, ну, и там много разных направлений, в общем, в этом бизнесе. С вами могу поделиться всей этой информацией, которую накопила за это время. Буду рада слышать от вас вопросы, то есть я вот за то, чтобы наш с вами разговор был в таком диалоговом режиме. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Ну что ж, тогда начнем, наверное, с самой презентации. Повторюсь уже, наверное, своих сказанных слов, что в общем, целью моего прихода является ответить на ваши вопросы, на все возникающие вопросы, которые есть у вас с пластиковыми картами, рассказать о каких-то новинках на рынке, ну, в общем, поделиться информацией, которая есть. Ну, давайте, наверное, тогда начнем с презентации. У нас есть план презентации, да, он был заявлен. И так, пойдем тогда по плану. Первым пунктом нашего плана был вопрос, что же такое пластиковая карта. Я более чем уверена, что каждый из вас имеет свое собственное представление о пластиковой карте, что каждый из вас картой пользовался, знает, в общем, ее преимущества, кто-то знает ее, там, и недостатки. Ну, в качестве повторения, наверное, я вот скажу свое собственное мнение по этому поводу, да, что для меня, в первую очередь, карта – это какой-то доступ, да, доступ к своему счету, доступ к каким-то услугам, к сервисам. Ну, то есть это посредник, может, проводник к тому, что вы можете сделать с этой картой. Вот, может, со мной кто-то не согласен? Нет? Не согласны, нет? Я вот в презентации специально привела термин из законодательства нашего, да, вы, кстати, можете встречать вот у нас и в презентации даже, где-то пишется карта, где-то карточка. Например, наше законодательство почему-то пишет, называет это карточкой. Так вот, карточка – это пластиковая карточка, имитированная банком и обеспечивающая доступ к банковскому счету и проведение операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Вот. Если обращаться к истории пластиковых карт, то, по сути, как бы карта появилась из-за чего? Из-за того, что у определенных людей была, возникла проблема, да, возникла потребность рассчитываться в ресторане каждый день, куда они ходили. Таким образом, они придумали, что будут на какой-то картонке, там фиксировать, сколько они были в этом ресторане, вот, и из этой картонки уже путем преобразований и изменений через много лет появилась сама пластиковая карта. Давайте следующий слайд. Ну и опять же, как бы к источникам возникновения пластиковых карт обратимся, да. Появление самой пластиковой карты связано было в том числе с возможностью оплаты покупок товаров и услуг кредит. То есть, когда клиент ходит в один и тот же магазин и, в общем, рассчитывается потом, вот, по факту там в течение месяца, например, да, опять же, это, в общем, пришло к нам с американской стороны. Если уж говорить о технических особенностях, да, то пластиковая карта, она сама является носителем информации, но в первую очередь идентифицирует клиента. Вот, как вы, как вы понимаете, как она идентифицирует клиента? Кто-нибудь может ответить? Нет. На ней написано. На ней написано, действительно. Да, это самый, такой, самый распространенный способ. На самом деле сейчас есть карты, на которых не написано ни фамилии, ни имени. То есть, по сути, такая карта, она идентифицирует уже не столько клиенту как персону, сколько клиента, принадлежащего к определенному региону, например. То есть, это понятно уже, там, технически по настройкам, да, какие данные, там, зашиты на магнитной ленте, какие данные зашиты на самом чипе этой карты. Вот. В том числе, карта определяет требования эмитента к обслуживанию карты, да, это вот то, о чем я говорю. Чип, магнитная полоса, пин-код, география приема. То есть, по сути, на самом деле, там первые четыре цифры карты, там, даже не четыре, а первые шесть цифр карты, они говорят о том, какому банку принадлежит эта карта. Вы, например, в Республике Беларусь видите карты с номерами 4-5. Это значит, что, например, платежная система виза, можно сказать, забанила себе номер 4. То есть, была такая определенная договоренность, они разбили эти цифры. Вот. Платежная система MasterCard использует цифру 5, например, в том числе. Светлана, вопрос, ты уже из интернета, Александр спрашивает, сколько стоит открыть пластиковую карту, или вы позже ответите? Ой, на этот вопрос обязательно ответим, но в самом конце нашей лекции. Вот. Да, давайте дальше слайд. Если обращаться к видам пластиковых карт и различиям этих пластиковых карт, то можно, в общем, посмотреть это все на примере пирамиды. Наверное, еще прокрутите, пожалуйста, да, они всплывают. Еще, еще. И еще. В общем, все пластиковые карты можно разделить на таких два больших сегмента. Есть карты, которые предназначены только для операций с авторизацией, так называемых электронных операций. Ну вот, карта визаэлектрон, например, да, я думаю, там, многие, там, работая где-то, получают карту либо визаэлектрон, либо карточку маэстро. Такие карты, они предназначены только для операций с авторизацией. Что такое авторизация, мне пояснять или нет? Пояснять, да? Спасибо. Значит, авторизация – это своеобразный запрос, запрос вот магазина того, да, запрос в процессинговый центр другого банка о том, что действительно ли есть у этого клиента деньги. То есть, эта операция всегда будет проходить с подтверждением. Процессинговый центр скажет, да, деньги есть. Информация пошла обратно, магазин выдал шоколадку, клиент ушел счастливый. Либо процессинговый центр говорит, ой, нет денег. В этом случае происходит отказ от совершения операции, ну и клиент идет искать деньги, например, ну, либо делает что-нибудь другое. Вот. К этим картам относятся, как я уже говорила, карточки маэстро и карточки визаэлектрон. Это самые распространенные карты, и если говорить уже о истории сотрудничества клиента с банком, то это, наверное, самая первая карта, которую, как правило, получает клиент. Когда уже он, как правильно сказать, научился пользоваться ей хорошо, вот, и знает ее преимущества, клиенты тогда уже осознанно идут и покупают себе карты более высокого статуса. Ну, давайте теперь рассмотрим с вами вторую группу карт. Это карты, где возможны операции без авторизации. Что это значит? Пришел клиент в магазин, я не знаю, в Риме, покупает себе какую-нибудь красивую рубашку. И в этот момент, когда происходит запрос, происходит передача этой информации, где-то нарушена связь, разрыв произошел, да, и там процессинговый центр в Республике Беларусь, например, не может дать ответа, есть у клиента деньги или нет у клиента денег. В таком случае сама платежная система определяет, что да, это карта высокого статуса, и это значит, что по этой карте в пределах определенных лимитов я могу позволить совершить операцию на такую-то сумму. Тем самым, даже при отсутствии связи с процессинговым центром происходит разрешение на совершение операции, и клиент покупает свою рубашку. Вот таким образом и происходит операция без авторизации. А вот здесь, это очень хороший вопрос, я думаю, что вы знаете, что такое неснижаемый остаток на карте. В общем, между вот этим лимитом проведения операции без авторизации и неснижаемым остатком, в общем, есть прямая связь. Как раз таки банк страхует свой риск, что клиенту платежная система разрешит провести такую операцию, но при этом банк точно себе, ну, не понесет расходы, да, если клиент просто там уедет куда-нибудь. Вот тем самым неснижаемый остаток, это не просто какая-то прихоть, да, банковской системы, а в общем, вполне обоснованное страхование от рисков. Да, пожалуйста. Это вы имеете карты именно дебетовые, не кредитные? Да. Расчетные или дебетовые? Ну, согласна, смотрите, ведь на самом деле, да, действительно есть разбивка у пластиковых карт, я вот дальше буду к ней подходить, не только с технической стороны, да, там, операции без авторизации, операции с авторизацией. А банки еще делают разбивку по выполнению функций каких-то, да, карт, то есть это кредитные карты и дебетовые карты. И действительно, если клиенту уже выдали кредит, это значит, что банк в общем определенной степени в этом клиенте уверен. То есть, в принципе, здесь риск уже закрыт договорными отношениями, где банк четко прописал все условия и, в общем, все известные процедуры, да. Поэтому по кредитным картам, конечно же, неснижаемый остаток, он бессмыслен просто. За границей, если карты с авторизацией платежи происходят только с авторизацией и за границей? Если вы, если мы имеем в виду какую карту? К примеру, проводим там платеж, карты и виза, с которой требуют авторизации. Эта карта, если проводить там платеж, будет проводиться? Конечно, да, конечно, обязательно. Платеж только после авторизации? Ну, если это карта маэстро, либо виза электрон, то только авторизация. Не важно, где вы находитесь, на территории Республики Беларусь, либо вы находитесь за границей где-то. Здесь только авторизация. Вот. Ну вот, если вы еще посмотрите на эту пирамиду, вы увидите название карт. Я привела пример тут двух ведущих платежных систем, визы и мастер-карт, и название типов карт. Вот посмотрите, например, у карт мастер-карт, самый такой уровень, как правильно сказать, ну, низкий, да, маэстро. Дальше идут карты мастер-карт стандарт, мастер-карт бизнес, мастер-карт голд, мастер-карт платином, и уже на топе находятся карты мастер-карта World и World Signia. Таких карт у нас еще, вот, в нашей стране в настоящее время еще нет, вот, никто их не выпускает. Очень хороший вопрос, я вам об этом расскажу, но немножко попозже тогда, с вашего позволения, да, когда буду рассказывать про сервисы. Вот. Если мы посмотрим с вами на линейку виза, то, в общем, мы видим, на самом деле, очень похожую сегментацию клиентов, да, виза-электрон, виза-классик, виза-бизнес, виза-голд, виза-платином и виза-инфинит. Вот о чем говорят все эти названия пластиковых карт? Это разные названия говорят о том, что они охватывают разный сегмент клиентов, ни больше, ни меньше. То есть, по сути, карточки Маэстро и Электрон, они для таких расходов ежедневных, это как раз-таки вот зарплата, получаемая людьми. Уже если подниматься выше, то это стандарт, бизнес, ну, это уже для людей, которые понимают, там, как платить в интернете, что с ними делать, для людей, которые выезжают за границу, бронируют отели, машины, вот. Если подниматься еще выше, то мы видим карточки голд, да, я думаю, каждый из вас там слышал про такие карточки, вот. Почему при этом мы уже поднимаемся к премиальному сегменту, потому что эти карты, как правило, дороже, но дороже не потому, что они просто для ограниченного круга людей, а потому что у них гораздо больше функций дополнительных, и о них я, опять же, расскажу вам дальше. Вот, ну и все выше и выше, мы, опять же, уменьшаем сегмент клиентов и говорим о том, что это клиенты все более такого высокого статуса. То есть, по сути, карта, там, Visa Infinite и WorldSignia, это карты уже, ну, для людей, там, я не знаю, с большим уровнем расходов. Вот. Давайте следующий слайд. Ну, вот здесь я как раз-таки привела разбивку именно по функциям карт. Ну, уж, простите, взяла пример Белгоспромбанка. Вот. Это линейка карт Белгоспромбанка, и она как раз-таки вот здесь указана по, разделена, вернее, по функциям, выполняемым этими карточками. Да, то есть, начинаем с кредитных. Есть у нас карты депозитные, зарплатные, расчетные, корпоративные. И топовый сегмент – это премиальные карты. Это Gold, и вот в прошлом году у нас была презентация карты Platinum. Мы были первым банком на рынке, которые выпустили эту карту. Сейчас уже, по-моему, три или четыре банка выпускают такую карту. Но, опять же, эта карта, она для такого топового сегмента клиентов. Банк рассматривает заявки достаточно пристально для получения этой карты. Вот. И, по сути, она уже является подтверждением того, что у клиента сложились очень хорошие отношения с банком. Вот. Ну, давайте дальше. Еще. Здесь я прошу прощения за мелкий шрифт, ну, так, чтобы я сама не забыла. Вот тут как раз-таки можно пояснить, почему и чем отличаются карты друг от друга. Мы с вами видим, что на самом таком низком уровне находятся электроны, опять же, электроны маэстро. По сути, опять же, операции с авторизацией, да, вот в нашем банке у этих карт функции описаны здесь, да. Ну, в общем, это совершение всех платежей безналичных, это расчеты через интернет в том числе. Не знаю, вот платил ли кто-нибудь из вас в интернете картами электроны маэстро. Вот именно такими картами платили, да. А за границей, вот именно там в магазинах, в интернет-магазинах международных, например, проходят у вас платежи по этим картам или нет? Международный, да. Ну, тут вот я знаю, у клиентов обычно много вопросов, да. Да, я вот и хотела пояснить, что на самом деле каждый банк как бы настраивает каждую карту на определенные функции, да. Некоторые банки в республике имеют практику не выпускать эти карты за границу. То есть, например, электронами маэстро можно расплачиваться там только на территории Республики Беларусь. Да, некоторые банки разрешают хождение таких карт за границей. Ну, это я вам говорю вот из практики, что происходит вот на рынке. Нет, если на самом деле, знаете, в этом есть определенный смысл. Знаете, в чем банк уменьшает риски мошеннических операций таким образом, потому что эта карта менее всего защищена на самом деле. Вот, тем самым, ну, обосновать этот запрет на самом деле можно экономически, и поэтому, как бы, это так, именно по этой причине. А разве за выпуск карт мы не платим визии или мастер-карт? Конечно, платим. Так какой смысл внутри Республики обороты и что платить за границу? Ну, вы же понимаете, что каждый человек, принимая решение, он взвешивает риски. По сути, видимо, определенный риск убедил. Например, вопрос, вас никто никому платить не заставляет. Это рынок. Хотите этот продукт, платите. Вам не нравится этот продукт, никому не платите. Да, каждый делает выбор самостоятельно. Вот, сервисы, да, продолжу дальше. Подключение сервисов к таким картам. Я, опять же, указывала здесь сервисы Белгоспромбанка, но, по сути, у каждого банка сервисы сейчас достаточно похожи, да. Есть сервисы оплаты при помощи мобильного телефона. Каждый может снять наличные в банке, каждый может расплатиться в магазине. Можно пополнить счет, можно получить овердрафт. Ну, в общем, это тот известный перечень операций, с которым мы все знакомы. Я думаю, на этом останавливаться не стоит. Дальше поднимемся с вами уже до карточек уровня стандарт и классик. И здесь мы уже получаем дополнительные преимущества. Первое – это возможность проведения операции без авторизации. Это значит, что вы можете делать так называемые мототранзакции, то есть заказывать, например, бронировать гостиницу по телефону, сообщая просто данные вашей карты. И, как правило, такое бронирование, оно не осуществляется при помощи электрона. Ну, некоторые могут, да, но, как правило, это уже карточки от уровня стандарта и выше. Ну, и если говорить о расчетах в интернете, о теме нашей встречи сегодня, то, по сути, не все магазины принимают электронный стандарт, ой, электронный маэстро. А вот стандарт и классик карты уже принимаются, как правило, везде, всеми магазинами. То есть это карты с большей степенью надежности. Вот такие отличия у этих карт. Ну, и поднимемся с вами на уровень выше. Тут идут карты ГОЛД. Я уже не указывала. Здесь карты бизнес, но они, по сути, приравниваются. У карт ГОЛД есть все те функции, которые уже перечислены у стандарта, у электрона. С ними можно делать все, что угодно. Но при этом платежные системы сами навешивают на них так называемые бантики. По сути, карточка ГОЛД, как и платежная система Виза, так и платежная система Мастеркард, имеет систему скидок по всему миру. И эти скидки вы можете легко обнаружить в интернете. Есть сайты платежных систем. Если вам интересно, можете поискать, на самом деле, даже и на нашем сайте можете найти эти ссылки на сайты, которые показывают скидки по всему миру. Это, как правило, отдых, покупки, рестораны. И прочее. Скидки на уровне... Да, да. И перечень там, на самом деле, просто очень огромный. Эта система работает по всему миру. Единственное, что в республике Беларусь централизована через платежные системы, по-моему, еще пока ничего нет, но банки самостоятельно заключают определенные договорные отношения с магазинами. И, по сути, уже вы можете найти и у нас 4 магазина со скидками по таким картам, ну и у других банков тоже можете найти такие скидки. Семьяр сотрудничества сэрпоев. Да, в том числе. В том числе, да, это вот в рамках такой системы. Сервис консьерж. Вот это. Давайте тогда поднимемся дальше. Наспорту пустят. Почему? Будут о голде говорить. Ну, если говорить о сервисе консьерж, то этот сервис как раз-таки подключается для карт такого топового сегмента, вот, и в нашем случае этот сервис вот точно будет присутствовать в карте платином и будет присутствовать в карте голд. Это я имею в виду Белгоспромбанк. Что значит сервис консьерж? Это, в общем, очень удобная вещь. Например, вы собираетесь ехать на Канарские острова, ну, либо просто там, не знаю, в Англию решили поехать. Вы можете позвонить по телефону этой службы консьерж и вам предоставят всю информацию, которая вас только заинтересует по этой поездке. Этот оператор этого сервиса могут забронировать вам билеты, могут оплатить даже эти билеты. То есть вы там заполняете определенную форму, указываете свои реквизиты. И, по сути, вот такие информационные, вернее, функции поиска информации, да, вы перекладываете на представителей этой службы. То есть это очень удобно, вот, и сейчас вот в нашей республике это уже появилось в некоторых банках, вот, и, в общем, у нас появляется в том числе. Еще вот телекарты спорта. А, телекарты. Я не знаю, знаком ли кто-то, вообще кто-нибудь знаком с картами Белгоспромбанка? Кто пользуется картами Белгоспромбанка? Зарплатная. Зарплатная, да. Ну, система телекарт, это система, которая позволяет и платить через мобильный, запрашивать баланс через мобильный, лимиты. Да, это СМС. Да, 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 да. Это система телекарт, да. И, по сути, эта система телекарт, она бесплатна для всех карт премиального сегмента у нас. Вот, поэтому ее автоматически надо подключать. Она не только информационную функцию носит, но и функцию такой, как бы, защиты, да, потому что вы всегда видите, что у вас вписано там по счету, и в любой момент можете заблокировать карту. Как ее подключать? Как подключить систему телекарт? Обратиться в банк. На самом деле, можете распечатать заявление в интернете, оно там есть, вот, и перейдите в банк. То есть, я подключаю прям, когда вы даете? Да, да. А, если адрес вам на телефоне... Вам дают памятку, и в этой памятке указано, да, там не телефон, а там определенный стандарт сообщения такой. СМС отправляется на какой-то номер? Да, СМС отправляется на номер, и номер указан там в памятке. У Виза электрон платная? У Виза электрон платная, да. Бесплатная, начиная со стандарта? Да, начиная со стандарта, телекарта бесплатная. Поэтому обязательно, если у вас есть карты такого же уровня, стандарты выше, обязательно подключайте телекарты, потому что это, ну, не только удобно, но и в том числе защищает вас от всех мошеннических операций. Светлана, ты поступил в вопрос, я этот вопрос ждал, давайте быстренько как-то... Вопрос, естественно, такой бойной, там, по конвертации, рублей, валюту. Надо объяснить, что это от сервиса банка мало зависит, да, когда текущая ситуация такая в стране. Вы можете, может быть, один раз чуть более подробно этот вопрос ответить, чтобы больше к этому вопросу сегодня не возвращаться. Ну, по вопросу конвертации в настоящий момент, я скорее просто прокомментирую сложившуюся ситуацию сейчас, да. Карты, которые в валюте, в принципе, они в свободном, как бы, ходу за границей. И там конвертация из одной валюты в другую происходит, ну, происходит, она безболезненно, вот. То есть, если у вас там счет в долларах, то вы можете там и в фунтах рассчитываться, да, у вас конвертация всегда пройдет. Но, к сожалению, там, в силу определенных обстоятельств экономических сейчас пополнить свой валютный счет рублями пока невозможно, да. Как бы, все мы с вами прекрасно понимаем сложившуюся ситуацию, вот. А первую часть можно уточнить? Это же происходит пересчет по курсу визы. Да, да. Это не по курсу визы. Да, да. А кто определяет день, когда этот пересчет происходит? Это не тот день происходит, а через какое-то время? Ну, я тогда давайте отвлекусь немного, но вот смотрите, если говорить о том, как вообще это происходит, да. Вот есть магазин, торгуют там шляпками, значит, за день купили 50 шляпок по карточкам. В конце дня магазин сделал отчет, в который попали 50 шляпок. Отправил этот отчет организации, которая обслуживает, да, вот этот магазин. Это может быть банк со своим процессингом, да, вот, например, рассмотрим вариант банк, значит, магазин шляпок отправляет свой отчет в этот банк. Банк собирает все отчеты из 15, например, магазинов, которые он обслуживает, да. И эти отчеты направляют в платежную систему для расчетов. И в платежной системе происходит клиринг. Вы знакомы с термином клиринг? Нет. Значит, клиринг... Клиринг – это система взаимозачета. Например, вы должны мне 3 рубля, а я должна вам 5 рублей. В итоге что получится? Да, рубля, да. Вот и, по сути, платежная система собирает вот все эти отчеты нескольких банков, ну, всех банков, которые подключены в данный момент, да, делает вот эту схему взаимозачетов и выпуливает ими итоговые какие-то результаты. Да, у одного там плюс 3 рубля, у другого минус 2 рубля. И эти данные отправляют в банки. В банки, где обслуживаются вот эти вот покупатели шляпок. То есть, по сути, это же ведь разные банки, да. Покупатель шляпок может быть там в Италии, а на самом деле живет в Республике Беларусь. В Республике Беларусь что мы видим? Например, у клиента был счет в долларах, купил он эту шляпу. Значит, транзакция эта пришла в банк. Пришла в банк, например, вот сегодня. Сегодня она приходит. Если этот банк, в который приходит эта транзакция, открыл валюту расчета с платежной системой в долларах, то с клиента спишется сумма в долларах, которая выставлена в платежной системе. То есть, по сути, никаких конверсий банк не делает в данном случае. Но при этом, вот когда происходил клиринг, да, банк это все пересчитал по курсу торговых площадок. То есть, например, у платежной системы Visa клиринг состоится в 11 часов по лондонскому времени. То есть, по сути, вот тот курс торговых площадок, который был на это время, вот он и использовался для пересчета этих позиций. Платежная система MasterCard, насколько я помню, делает большое количество клирингов. То есть, они делают 3-4-5 клирингов в день и выпуливают вот так несколько раз эти отчеты. Вот. Я ответила на ваш вопрос, да? Вот. Если идти дальше немного по этому процессу, то при этом банк, когда получает эту операцию, он смотрит, у клиента какая валюта и какая пришла. Платежная система прислала доллары, а у клиента евро. Вот в этом случае банк конвертирует по своему курсу. Вот. Когда и вот идет такая нестыковка. Вот. Ну что, тогда по сервисам карт. Если есть у вас какие-то вопросы. А вот еще такой вопрос. Я знаю, что Биллгазпромбранг, один из первых в Белоруссии, стал выпускать чиповые карты. Да. Вот, допустим, у меня есть чиповая карта Биллгазпромбранга. Банка. И есть у меня не чиповая карта, но MasterCard Go. На мастер чиповая. С точки зрения клиента, я не пойму, какой мне больше пользоваться. Вы знаете, вы можете пользоваться и той, и другой. Она более защищенная. Да, она четко понимает просто, что действительно карточка чиповая, она защищена больше. И защищена больше она не потому, что ей нельзя подделать, а потому что стоимость подделки гораздо выше. Ее сложнее. Просто для того, чтобы взломать, нужно столько денег в это вбухать, что это просто, ну, это очень затратно. А не чиповая. Ну, не чиповая. Если она в Болг, у нее больше большая преимущество. Кстати, разные банки, как я понял, они разные стандарты, там разные возможности. Это та же самая мастерка другого банка. Там другие возможности. Допустим, консервы там нет. Да, действительно. Ну, вы же понимаете, что... Банка хочет, так делает. Да, банки, понятно, что коммерческие структуры, они находятся в конкурентной борьбе. Каждый отвоевывает своего клиента. У меня почему-то разное. Вот у вас, допустим, одна... Вас удивляет? Вы знаете, меня, честно говоря, это радует, что мы как бы на рынке, в общем, достаточно такой, да, понятной конкуренции, и каждый банк, он делает свой продукт под своего клиента. Вот это нужно понимать, да, что у разных банков разные клиенты. Вот, и поэтому где-то карты дороже, где-то карты дешевле, где-то сервисов больше, где-то сервисов меньше. А, вы не можете справку дать, кто еще упускает вот на сегодняшний момент чиповые карты? Из конкурентов. Я думаю, что это вопрос некорректный. А давайте я вам отвечу вот после нашего разговора. На самом деле. Нет, то же самое, если вы начнете в компании Аль-Парис задавать вопросы про конкурентов, скорее всего, вы ответы не услышите. Идите, ищите, как бы, эти вопросы сами. Мне кажется, это вполне, как бы, логично и естественно. Согласны ли вы? Я считываю, что Белгоспромбанк один из первых, но ведь мы это прогрессивно. Я выбирали, с кем сотрудничать в Белоруссии по КАТ-счетам. Мы остановились на Белгоспромбанке. То есть, я не буду полностью приводить цепочку, почему так пришли, но я думаю, что за этим выбором, наверное, что-то стоит. Мы выбирали, оценивали, сравнивали и сервисы, и тарифы, и возможности, и так далее. Вот остановились на этом банке. То есть, мы работу какого-то выбора уже проделали. Можете, если доверяете нашему выбору, тоже остановимся на этом банке. Ну да, на самом деле, я просто не успела договорить по карточкам Gold, не только скидки сервиса, а есть, допустим, экстренная выдача наличных и экстренная замена карты. Вы... Ну, по сути, мы об этом сервисе говорим громко, и этот сервис поддерживается во всем мире. То есть, есть определенная компания, у которой сеть мировая, и мы подключились к ней. И по картам, по нашим, вы когда будете звонить на телефон службы поддержки, то в случае потери карты либо в случае какой-то экстренной ситуации вам могут доставить наличные. Конечно же, представители этой организации свяжутся с нами, как с владельцем, вернее, как с банком, и мы посмотрим, что у вас на счете, какая у нас история с вами. Но при этом надо понимать, что если с вами что-то там случилось, то схема помощи, она есть на самом деле. Вопросы приходят, будет ли затронута тема безопасности использования карты? Конечно, дальше немножечко. Про безопасность поговорим немножко позже. Тогда я быстро закончу с дополнительными сервисами. Вот рассмотрим карточку Visa Gold, например. Мы говорим о Международной службе поддержки, об экстренном выпуске карты, либо об экстренной выдаче наличных. И в том числе тоже присутствуют сервисы страховые. Это медицинская и юридическая поддержка. То есть если, не дай бог, с вами еще что-то случилось, то можно вызвать врача, и вам все это еще оплатят. Вы, конечно, будете вознестить эту сумму, но при этом в момент этого случая вы не останетесь без поддержки, вам помогут. И это очень ценно, на самом деле, для таких карт, потому что с ними, как правило, выезжают за границу, катаются на лыжах и прочие-прочие дела. Что мы там еще видим? Ну, про систему скидок я уже сказала. Телекарт бесплатно. Опять же, пометила сервис Concierge. Ну, так приоткрою вам уже завесу тайны. Мы со следующей недели ориентировочно этот сервис уже запускаем, можно сказать, вслух, размещаем информацию на сайте, информируем клиентов. И к карточкам Gold этот сервис будет подключен. Поэтому приходите к нам. А карточку Gold? Больше от них стоит? Ну, карточку Gold, да, по сути, здесь нет каких-то таких особенностей, да, рассматривания людей. Понятно, что система безопасности, она, в принципе, смотрит, кому счета мы открываем. Но здесь ограничений никаких банкам не установлено, поэтому приходите, пожалуйста, покупайте. Ну, опять же, к самой топовой карте именно нашей линейки, нашего банка поднимусь, это карта Платином. Здесь упор делается на персональный подход. То есть вы даже не стоите там в очереди где-то там в общей кассе, да, вы приходите к персональному менеджеру, вас обслужит персонально. Информацию сообщают тоже тогда, когда вы захотите. В общем, там диалог строится, конечно, на немного других... Вернее, там идет работа с банками именно в режиме диалога с менеджером, да, то есть за вами закреплен определенный человек, и он решает все ваши потребности, вернее, ну, вопросы, да. Вот, предлагает какие-то наиболее подходящие продукты банка в данном случае, то есть это для индивидуального подхода. Вот. А если говорить про остальные сервисы, то эта карта, конечно, такой с максимальным набором сервисов существующих у нас, вот, например, есть, к ней выдается карточка Priority Pass. А что это значит? Кто-нибудь там слышал, не слышал? Когда летаем в самолетах, пересаживаемся из аэропорта, там, с рейса на рейс, не всегда приятно ждать в залах ожидания. Вот эта карта является пропуском в VIP-зал ожидания. Вот, и мы, да. На самом деле, вот эта система, вернее, организация Priority Pass, она тоже с мировой известностью, то есть, ну, количество аэропортов, вот, если брать в книге, то вот столько. То есть там представлены все страны, это точно, ну, может быть, не все аэропорты, но самые распространенные, самые крупные там точно есть. Вот, поэтому это очень удобно, именно для, там, людей, которые бизнесом занимаются, там, летают, очень часто причем, да. Вот, что мы тут еще видим? Так, защита и продление гарантии покупок. Ну, это уже страховой сервис, это если с вашими покупками что-то случилось, то вы можете, как бы, быть уверенным, что гарантия на покупку продлится в два раза, до двух лет, да, и вам еще могут выплатить страховое возмещение. Вот, ну, система скидок тоже понятна, она не только в Республике Беларусь, но и по всему миру. Вот, опять же, уровень скидок по этой карте выше, да, если мы говорим про карты голд, там, 10%, например, там, 10-15, да, то по платину тоже будет, там, выше, чем по голд, как правило. То есть, ну, всегда происходит ранжирование магазинов. Вот, ну, давайте тогда последнее, что у нас есть, это сервис консьерж премиум. Это сервис, который позволит вам не заботиться о досуге, предоставить, как бы, вот эту вот заботу и подготовку переложить на плечи других людей. Они, в общем, могут сделать очень много, вплоть до того, что организовать вечеринку, найти билеты на какой-то матч и здесь, и за границей, там, где угодно, вот, там и помощь в переводе документов, и в бизнес-услуг, и что там еще, если вы там потеряли документы, вам их восстанавливают. Ну, в общем, там очень широкий перечень услуг, вот, можете увидеть его на сайте на следующей неделе у нас в этой карте. Вот, ну, я думаю, что по продуктовой линейке здесь вопросов, наверное, нет, или есть. Ну, что вы говорите, эмбассированные или не эмбассированные? Замечательно, какой хороший вопрос, да. Эмбассированные? Да, помните, помните, была пирамида такая, вот, пирамида предыдущая, где была написана карта с авторизацией и без авторизации. Так вот, все карты без авторизации, они эмбассированные. Значит, откуда вообще это все пошло? И что такое эмбассированные, кто-нибудь знает? Ну, если говорить простым русским языком, это значит, что данные карты выпуклые. Я могу вам даже вот, не знаю. Если выпуклые, то они эмбассированные. Да, это значит эмбассированные. Где-то у меня это была карточка. Не эмбассированные, не выпуклые. То есть, даже в визуально можно... Ну, вот, вот, есть у меня карта стандарт. Она эмбассированная. У нее номер карты, срок действия и моя фамилия, и имя выпуклые, да? То есть, они шершавые. Вот. Все время возникает вопрос, для чего? Как вы думаете, для чего? Ну, кстати, вот, как-то слово «слип» здесь очень хорошо подходит. Значит, для чего это делается? Раньше, когда не всегда можно было установить связь с процессинговым центром по этим картам, делали слипы. Кто-нибудь с этим встречался вообще в практике? Да, я проверю. Для этого, когда делают слип с карты, прокатывают вот этой машинкой, ее номер, срок действия, фамилия, имя владельца оказываются на самом чеке. Да, на этом слипе. То есть, слип – это чек, по сути. Там, чек этот печатается в трех экземплярах. Один отдается владельцу, второй отдается кому-то магазину, и третий еще куда-то посылается. Ну, теперь понятно, да, что такое имбассирование? Да. Ну, понятно, да, что для приобретения визы платином есть определенные пороги стоимостные. Это достаточно дорогая карта на нашем рынке. По-моему, 200 долларов в год. Но при этом каждый последующий год он дешевле. Если у вас здесь есть интернет, мы можем сразу посмотреть на стоимость на сайте. Да, да. Ну, вот, кстати, я думаю, что можно будет, да, открыть. Да, по платинам. Да. Вот. Что, когда вы подадите заявку на карточку платином, да, ну, просто есть там, как правильно сказать, ну, это не значит, что вам обязательно ее выдадут, будут принимать решение в процессе. Но, как правило, ее выдают, смотрят, там, что за клиент, там, служба безопасности, наверное, так проверить. Ну, это не про то, там, привлекались вы или нет. Это, правда, там, в мошенничестве с картами, там, вы как-то задействованы. Вот. Так что, по сути, на самом деле, сейчас политика выпуска карт платином, она стала такой более доступной для клиента, который еще не имеет опыта сотрудничества с банком. То есть, как бы, вот, как правило, банки идут таким путем. Есть клиенты, клиентская база, и кто-то из них определенным образом выделяется, да, и вот именно этим клиентам предлагаются карты премиального сегмента. По сути, сейчас, я думаю, как бы, каждый может подать заявку на карточку платином и получить все эти привилегии. Потому что, если бы, как бы, не хотели всем выдавать, то, в общем, бы и не сообщали об этой карте. Вот. Поэтому приходите, будем рады. Вот. Анкету, там, можно скачать на сайте банка. С имбассированием, имбассированием закончили, да? С этим понятным. Ну что, давайте тогда двигаться дальше. Скажите, карты физически изготовлены все? Физически? Ну, давайте я вам расскажу. Значит, физически, на самом деле, есть предприятия, которые готовят саму заготовку. Да, вот, пластик сам, квадратик. Предприятия эти, ну, есть в том числе и на территории Республики Беларусь, есть предприятия, там, ну, Украина, Россия, там, Казахстан, их сколько угодно, на самом деле, много. Их список, этих предприятий, он, ну, не то, чтобы утверждать. Каждое предприятие, оно получает лицензию от платежной системы. То есть платежная система разрешает им печатать эти карты. Почему? Потому что, ну, они должны быть определенного уровня качества, да? То есть, вот, происходит сертификация каждого такого предприятия. Ну, и схема такая, заказываем у них заготовки, а у нас уже конкретно персонализируем, да, наносим. Да, по сути, да, получая карту, мы получаем вот карту уже, где вживленный чип, где, там, логотип, где, вот, эти вот картиночки все нанесены, магнитная полоса. А задача банка, да, она, там, записать информацию уже, по сути, да. Вот. И имя, номер, номер? Нет, имя, нет, конечно. И вот записать информацию, и конкретно на карте выдавить этот номер и фамилию, имя. Вот. Нет, каждый банк занимается этим самостоятельно. У нас, нет, это частная компания, вот, даже, по-моему, карточки Белкарт делает, к сожалению, не вспомню, я сейчас назвали. Вот, ну, то есть, это частные компании, которые лицензируются самостоятельно, да, это вот их бизнес, они готовят заготовки. Ну, причем мы же знаем с вами, что заготовка пластиковой карты, она не только для банка используется, да, многие, там, магазины, например, делают, да, дисконты. По сути, пластик, он, в общем, похож. Ну, вот, мы с вами, кстати, плавно перешли к тому, что у нас на карте нанесено. Можем пойти по схеме вопросов. Вот. У кого есть какие вопросы, вот, непонятные, да, по поводу того, что нанесено на карте, и вам об этом ничего не известно? Вот, можем пойти там уже по... CVV. Да. Трех цифр, да. А у меня еще перед этим есть какие-то четыре цифры. Да. Четыре цифры перед этим, это последние четыре цифры вот на номере карты. Ну, они не столько нужны для вас, сколько нужны для проверки, что вот эта карта неподдельная. Ну, это просто дублирование, да. Еще вопрос такой, вот, для оплаты еще за интернет, на любая, допустим, деньги, там не требуется персональный порой. Вот, вот, это очень хороший вопрос, но мы к нему немножечко дальше подойдем, это отдельная система осуществления платежей. Ну что ж, давайте я тогда пройдусь по реквизитам, да, чтобы... Я прошу прощения заранее, что мелкий шрифт на презентации, ну, в общем, так... Извиняю. Ну, значит, что такое чип и где он размещен, всем понятно, да. Это вот этот вот квадратик, в общем, на чип, он не только определяет там схему обмена информацией, там многие банки туда заливают и приложения различные, да, то есть это могут быть и дисконты, вот, с такие, например, подсчет каких-то баллов для клиента. То есть, по сути, чип – это как бы то место, куда можно любой софт, в общем, внедрить. Ну, не любой, а подходящий, да, конкретно для пластиковой карты. Ну что ж, дальше пойдем. Номер карты. Все понятно, да? Я уже говорила о том, что первая цифра, она вообще вот говорит о том, что это банковское учреждение, там 5-6, 4-5-6, по-моему, это вот как раз-таки Visa, MasterCard, поделили эти цифры. Если говорить о первых шести цифрах, вот, например, тут 54, 12, 34, да, это будет уникальный номер банка, то есть, например, карты банка определенного, определенные стандарты, у них всегда будут первые шесть цифр одинаковые. Ну, а дальше уже идут параметры счета клиента, на самом деле, вот. То есть там уже будут уникальные номера для каждого клиента, вот. И, насколько я помню, там последние три цифры, они рассчитываются определенным ключом, да, то есть там все время какая-то проверочка происходит. Так, защитная голограмма и логотип. Ну, это тоже все понятно, это вот голограммка такая, опять же, эта голограммка, она, вот, когда учреждение, выпускающее карты сертифицируется, платежная система смотрит на качество этой голограммки, да. В общем, тоже для безопасности такой дополнительной, чтобы меньше подделывали. Срок действия карты. Ну, это тоже всем понятная вещь, да, вот здесь написан год и месяц в таком формате через слэш. Магнитная лента. Вот что собой представляет магнитная лента. Не знаю, вам в банках там говорили, там, микроволновку не класть. Так не надо. Нет, конечно, там, я не знаю, насколько они там к магнитам реагируют, не реагируют, но, конечно же, не надо карту держать возле этих вещей. Вот. На магнитную ленту записывается вся информация, ну, не вся информация, информация о клиенте, да. Там в шифрованном виде находится и номер карты, и ваши данные, вот, и еще дополнительная информация. Место для подписи, да, тоже всем известно, вот это место, где клиент подписывается в момент, когда выдает карту. Для чего это нужно, как вы думаете? Ну, я думаю, что вы-то в магазинах сталкиваетесь с разной практикой. Где-то у вас просят подпись, а где-то просят пин. А где-то вообще ничего. Где-то вообще ничего. А в Германии, если ты не заклачиваешь, еще банки. Ну, да, банки на самом деле могут устанавливать такие дополнительные требования. Очень странно, там же все, карточки, вся информация есть, и с нас еще требуют. Подпишите, дайте документу. Ну, совсем понятно. Ну, да, это система безопасности, действительно, если по карте вы, особенно если вы просто можете по подписи провести операцию, то понятно, что есть риск мошенничества, что вы воспользовались не собственной картой. Я не могу дать свою карточку, там уже не... А вы читали договор с банком? Не можете, на самом деле, не можете, да, не можете. Вы лучше сделайте дополнительную карту. Закончил, да? Пришел вопрос от нашего слушателя, что раньше были карты без чипа, и проблем не было, сейчас чипованная карта, и в банкомате других банков, иногда и в родном, и в магазинах возникают проблемы. С чем это может быть связано? Ну, с чем это связано? Это связано с тем, что не все еще перешли, как бы, достаточно хорошо на чиповую технологию. В любом случае, тенденция идет, она у нас так, как бы, уже... В Европе она уже, в принципе, фактически заканчивается, да, там все уже перешли на чип. Ну, вот, как бы, тенденция эта пришла к нам. Опять же, платежные системы это вот в определенной степени, ну, не требуют, но стимулируют, да, там, переносом рисков от банков. Поэтому, если вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, ну, действительно, может быть, просто где-то некорректно срабатывает софт. Такое тоже может быть. Вот. Но, по сути, все равно, я думаю, большая часть карточек в скором времени будет чиповая, потому что все-таки это гораздо безопаснее. Вот. Не сравнить с магнитной картой. Так, на чем мы с вами остановились? Место для подписи, да. Так. Ну, код CVC, либо CVV. Вы можете встречать и то, и другое. Вернее, на одной платежной системе встретите один, на другой платежной системе другой. То есть, там, пугаться различий не стоит, это просто каждая, ну, платежная система по-разному их назвали. Вот. Еще есть такой блок информации на карте, где можно увидеть адреса и телефоны, в том числе и банка. Это достаточно важно, потому что, если у вас вдруг возник вопрос, вот в нашем банке вы можете позвонить круглосуточно, поэтому телефону и вам ответят. Вот. Ну, давайте дальше. Так. Ну, а еще. Это было два слайда или один? Машина защитная. А, все. А, видимо, тут такое же, да. Что мы с вами еще не проговорили? Вот, кстати, четыре этих цифры, да. Вот, давайте повторюсь тогда, чтобы они не смущали там никого. Кто-то пытается ввести их вместо кода там CVV. Да, эти четыре цифры, они, ну, опять же, для безопасности. Они дублируют последние четыре цифры вот здесь вот на карте. Вот. Если, вот, там, углубляться в историю вообще, откуда пошел код CVV, то это, по сути, как бы, для уменьшения риска подглядывания номера карты и срока действия, по сути. Да, вот у вас так вот лежит карта, вы случайно чужие данные почитали, вот, или сфотографировали, и пошли в интернет расплачиваться. Вот. Но вы же не видели CVV, да, поэтому они на разных сторонах находятся. Не требует ли того. Так почему не оставили пин-код для, например, интернета? Сейчас, если у кого-то хорошее зрение, он увидел ваш CVV, все, все данные для интернета. Ну, я подключена к сервису другого. А, у него все равно нет. Ну, в интернете невозможно технические проведения операции с подтверждением пин-кода. Это просто технически невозможно, да, поэтому... Это аппаратная вещь. Да, это... Это технически невозможно, потому что тогда там надо класть каналы, как бы, проводов таких, что... В общем, технически, на самом деле, это нереализуемо, и поэтому платежная система, вот, идут на такие вещи. И на самом деле, вот, представители платежной системы говорили о том, что после того, как был внедрен этот CVV, да, риск подглядывания уменьшился, там, больше, чем наполовину. То есть, вроде простая такая вещь, а очень там хорошо работает. Ну, что, преимущества использования. Мне почему-то кажется, что вы все их знаете, потому что все прекрасно понимают, что это очень удобно, вот, что вы можете расплачиваться там и в интернете, это как раз-таки очень такой хороший доступ. Ну, а вы как игроки, вот, тем более понимаете, что это очень хороший инструмент, конкретно вот для вашей работы в том числе. Просто везде можно все оплачивать, снимать наличные, опять же, интернет, пополнять свой счет, платить за мобильный телефон, оплачивать все услуги. А уже если вы подключаетесь к интернет-банку, то у вас, в принципе, в общем, нужды ходить в банк нету, там, для оплаты каких-то... А вложите электронные деньги на карточку. Да, можно. Вот есть вот в нашем банке своя платежная система EasyPay, если вы с ней встречались. А, мне вложите EasyPay. Электронные? Насколько я помню, туда. То есть, там могут... Что? Алерпой. Вот, я не готова вам сейчас на этот вопрос ответить. То есть, если я со счета Вермании переведу на вашу карточку деньги... Вы знаете, надо посмотреть технически. В Вермании есть свои карточки, там, чтобы 5 сартов, которые поддерживаются. Но остальные вы не сможете. Ну, вы имеете в виду, там, типа, картам, например, голубые... Нет, они сами выпускают. В Вермании, в общего договора, и сами выпускают. У нас договора с ними нет точно. Это просто нереально, потому что это же мошенничество. Никто не знает фамилию, взял перевозку. Нет, ну, смотрите. То есть, вы хотите сказать, что банк не примет денег? Банк примет. Вот я вот как... Вы просто почитали мои мысли. Я хотела сказать, что мы, как банк, никаких ограничений в этом случае не поставили. Вопрос, как эта организация работает. Да, вот она желает переводить на карты клиентов деньги, либо не желает. Но мы, как банк, мы деньги примем. Украинские, российские, они переводят на карточки деньги. У Беларуси, я таких банков не знаю. А вот вы... Ну, может быть, это политический риск. Мы тоже с вами понимаем. Причем здесь политический. Что за проблема перевести веб-мании электронные доллары на долларовую белорусскую карточку? К примеру, Беларуси, Банк. Ну, я проблем со стороны банка не вижу, вот как нам получить эти деньги. Банк примет. Банк примет деньги. Единственное, конечно, вы должны понимать, что вы же должны еще подтвердить законность. То есть не для нас, как для банка, да? Это грязные деньги. То есть мы с вас, как с клиента, ничего не спросим, да? Но мы же понимаем... Подожди, конечно, мы тоже не сможем перевести деньги за электронную платежу. Будь то вы банили, фейк на карты. Ну вот сейчас технически кто-нибудь пробовал на карты? На карты дел Газпромбанка 100% там гарантия, это нельзя. Возможно, с технобанком, у нас технобанк партнер. Ну, технобанк работает, да, с ними. Может быть, что-то можно. Но вообще в Вебмане на сайте есть список карточек, на которые можно переводить. Они сами их выпускают и пришлют вам. Ну, видите, значит... С точки зрения платить, то есть я оттуда деньги переводил и просто платил в Еребе. Просто платежи проводил, на дорожки, на рублях. Господа, можно немножко подвести линию под дискуссию про Вебмани? Тема нашей сегодняшней встречи не Вебмани. Более того, у нас в качестве партнеров Альпари в Минске есть специалист, который знает ответы на все вопросы, касающиеся Вебмани. Если у кого-то есть вопросы по этой системе, подойдите ко мне после окончания нашего семинара. Я вам дам координаты этого человека, а мы сейчас на Вебмани останавливаться не будем. Будем двигаться дальше. Кстати, вот еще один вопрос пришел нам по интернету. Клиенту на картосчет зачисляется, например, 30 тысяч долларов США переводом от зарубежного контрагента. Спрашивает Леонид. Обязан ли банк кого-то проинформировать из госоргана? Мне почему-то кажется, что каждый знает ответ на этот вопрос. Я помню, где специалисты, у нас есть финмониторинг, и после, может быть, вы напомните просто сумму, после которой автоматом идет это уведомление. Сумма, да, это в минимальных зарплатах, но по старым прикидкам, там где-то от 20 тысяч долларов идет прямое уведомление, но что надо понимать, даже если нет вот этого прямого уведомления, любые операции в нашей банковской системе, они прозрачны для любых, как бы, наших органов. Да, это скорее ключевой тезис. Если, например, вы уважаете еще к этому вопросу? У вас там голодание? Я думаю, можно даже сделать отдельный семинар по этому поводу. Отдельно останавливаться не надо, все, что вы делаете, оно все прозрачно для... Ну, тут подсказано, если более, на тысячу долларов. Дело даже не в сумме, а при желании, любой, там, я думаю, правоохранительный орган или налоговый... Ну да, вы же, знаете, там в каждом кодексе написано. ...ваши ванку, он будет иметь информацию, и все. Я думаю, что можно двигаться дальше. Да, давайте тогда к следующему слайду. То есть, например, если, например, с отборчиков, бывают деньги на карточку, то об этом будут знать все. Ну, как это? Все, кому положено знать, да? Ну, здесь, я не знаю, будем ли мы с вами еще останавливаться на преимуществах. Я, опять же, хотела подчеркнуть про автоматический пересчет, вот про конвертацию, да, если у вас там счет в долларах, вы можете в любом случае платить любой другой валютой. Например, карточка в белорусский рынок, да? Мы на этой тени уже, а сегодня остановились и дали мне ее ответ. Мы дали ответ на эту тему, Юля, сегодня. Это вопрос конвертации. Банк самостоятельно в данный момент этот вопрос решить не может. Все мы знаем эти проблемы. Ну, как бы, по картам, которые выпускались вновь, да, такая функция временно заблокирована, да, по картам, которые там ранее выпущены, на самом деле, у клиента работают в рамках лимитов. То есть мы не пошли путем запрещения там целиком всех таких операций. На самом деле, карты, которые были выпущены вот до определенного момента, они сейчас могут проводить операции, вот, если счет в белорусских рублях, и рассчитываться в валюте, но в рамках определенных лимитов. Потому что, ну, невозможно было отсекать клиентов, которые находятся, например, за границей, да, ну, это просто... Поэтому банку, как бы, там, вопреки экономическим каким-то моментам поддерживают клиента в любом случае. Светлана, пришел вопрос, сколько можно снять с пластика в день, месяц, наличие? Ну, я понимаю, что имеется в виду, что пластик валютный, есть ли тут какие-то ограничения? Ну, насколько мне известно, по ограничениям карт каждый банк устанавливает сейчас свою собственную схему. То есть, вам, вот, как к владельцу карты, я бы рекомендовала обратиться в банк, к службе поддержки, и служба поддержки проконсультирует вас в рамках каких лимитов вы можете рассчитываться. А еще скажите, у меня вопрос, а может быть, счет вот этой вот в банке, одновременно, там, в долларах, например, то есть, какой-то... Да, есть схемы, это называются они мультивалютные счета. По сути, карта одна, а счета три, например. И выставляются приоритеты, когда используется определенная валюта. Вот. Есть такой-то, если есть... Мультивалютные карты, они, ложишь одну валюту, и она у вас все время, как бы, вы в любой момент ее можете конвертировать, или вы сами в любой момент... То есть, я, допустим, положил евро, через три месяца я захотел, перевернул счет доллара. Или это... Ну, я знаю, что есть такие продукты у банков, вот, я там не могу дать гарантию, что они до сих пор существуют, но помню, что один из банков республики выходил вот именно с таким предложением клиентам, что можно было конвертировать в любой момент, там, понимая динамику рынка, да... Форекс для этого гораздо удобнее. Можете играть на курсах, то есть, все, в каждом банке все очень индивидуально, да, вы можете найти, там, банк подходящий для вас. Если у тебя доллара, она их не хочет тратить на курсах. Но все равно хочет поиграться, да. Ну, вы же ей дадите правильные советы, я думаю. Вот. На чем еще остановимся здесь? Ну, вот про процентную ставку по остатку. Например, наш банк имеет практику начисления процентов на такие карты и половина ставки рефинансирования. То есть, это очень много, на самом деле, по сравнению с остальными банками. Вот. Ну, на самом деле, каждый банк по-своему... А какой карте просто... О карте... Какой валют? Это я в белорусских рублях говорю про карту, да. Ну, понятие ставка рефинансирования вы знаете, да. Сейчас она у нас... 20? 20, да. Сейчас она у нас пошла вверх, да. Про процентные ставки. Там, по-моему, если я правильно помню, каждый месяц начисляется. Да, каждый месяц. А сейчас надо, допустим, приобрести. И получается, здесь капитализация идет? Да. То есть, смотрите... То есть, уже в ход почестные 3% гораздо больше. Вы сейчас про карточку валютную говорите, да? Ну, по валютным картам, например, вот по картам ГОЛД у нас идет ранжирование в зависимости от остатка на счете. То есть, чем больше остаток на счете у вас, тем выше ставка. Я не просто спрашиваю, вот каждый месяц... Капитализация ежемесячная ставка? Месяц прошел, банк в конце месяца, как бы, делает закрытие месяца, рассчитал. Например, там, 30 долларов дохода у вас. Эти 30 долларов зачисляется на ваш счет. На них тоже считают? Да, и в следующем месяце эти 30 долларов, они просто уже являются остатком вашего счета. Ну, да, получается. Там, получается, проценты начисляются на сумму, ранее полученные. А, а валютный счет фиксированные ставки. Опять же, можете найти ставки у нас на сайте. По карточкам ГОЛД там ставки начинаются, по-моему, от 3% до 6, что ли. Вот я так не готова точно сказать. Но за точной информацией лучше, конечно, обратиться в банк, либо на сайте посмотреть. Но, опять же, ставка достаточно такая, ну, существенная. Скажите, эти доходы особо не облагаются? Ну, еще одно преимущество – это получение овердрафта. Вот кто-то сталкивался с этим. Ну, достаточно удобно. Опять же, как правило, овердрафты, они дешевле, чем другие кредиты, я имею в виду, по процентной ставке. Потому что здесь у банка с клиентом уже есть отношения определенные. Либо у него деньги хранятся на этом счете, либо зарплата зачисляется. То есть, по сути, уменьшается риск неплатежа. Поэтому пользоваться овердрафтом – это выгодно. На расчетных картах, где-то уже есть? Ну, мы такую политику проводим, что мы можем клиенту дать овердрафт на расчетную карту, если он обратится. Ведь, по сути, вы же можете пойти в отдел кредитования физлиц. То же самое, вы получите этот кредит. Но мы можем предоставить вам его через карту. Поэтому это просто такой источник получения кредита. А ограничение возраста? Возраста, смотря какой кредит на самом деле. А если у вас есть обеспечение, то, в принципе, ограничение, ну, я имею в виду, залог какой-то, да, там, автомобиль, жилье. Есть интересный продукт такой, например, у вас есть депозит в нашем банке. И вам надо на какое-то короткое время отвлечь деньги. Ну, то есть, лежит у вас 10 тысяч долларов, а вам на 3 дня надо 2. Отвлекать деньги и пересчитывать ставку – невыгодно. Да, мы можем вам на эти 3 дня дать овердрафт. То есть, вы можете обратиться к нам, вот, в банк. Вот у вас есть депозит, да, и мы понимаем, что у вас возникла потребность на короткое время отвлечь деньги. Сколько депозит или есть депутовая карта? Депозит. Сколько депозит? Депозит, да. Ну, и там, по-моему, срок, что он размещен на срок больше 180 дней. Ну, то есть, это депозит, который срочный. Понятно, если у вас какой-то короткий срок, то вы не будете, там, учиться с этим овердрафтом, просто отвлечете депозит, скорее всего, да. А если вы рассчитываете получать большой доход, ну, как бы, вам же известно, что чем больше лежат деньги на счете, тем выше процент. То есть, если они у вас лежат на долгий срок, вы не хотите их отвлекать на 3 дня, то для вот этого короткого промежутка времени мы можем вам предоставить овердрафт. А процентная ставка? По овердрафту. Не готова сейчас вам сказать конкретно по процентам. Там, наверное, что-то будет. Наверное, ставка рефинансирования плюс 8, либо плюс 9. Ну, вот так. Вот. Но это уже реальная процентная ставка. Она там без каких-либо комиссий, без, ну, в общем, это чистая процентная ставка. Потому что, я не знаю, вот отвлекусь уже в кредитование, знаете ли вы понятие, там, полной процентной ставки, которую надо, в общем-то, спрашивать у банков, когда вы получаете кредит. Тем очень живой. Устал, который через интернет задает вопрос, может ли российский гражданин получить карту вашего банка? Конечно, может, да. На самом деле, карта может выдаваться как резидентам, так и нерезидентам. Вот. Поэтому, я думаю, проблем с выдачей карты нерезидентам не будет. Да. А, подождите, ну, у нас же есть определенные ограничения там в открытии счетов за границей. С получением разрешения у нас банка. С получением. Я вижу, вот еще вопрос есть. А можно, пожалуйста, поподробнее разобрать акцию от 10 мая по поводу, как называется, карта стандарт, то есть на ту карту, на которую мы имеем? Скидку. Мы сейчас к ней вот уже подошли. Я вот буквально чуть-чуть, да, и мы сейчас будем про это говорить. У нас, кстати, по времени, как с вами, давайте, наверное, ускоримся, может, дальше. Угу. Что у нас там дальше? Ой, ну это мудрая схема о том, как совершается операция в платежной системе. На самом деле, я вам это уже рассказала. Вот пример с магазином со шляпками, это как раз-таки было описание этой схемы, да, про то, что вот идет сбор информации, как им обвиниваются, как совершается клиринг в платежных системах, и как эта информация дальше поступает в банки, которые выпускают эти карты. Секундочку, давайте еще прервемся. Интересный вопрос задает Михаил Тарасов. Какой ему открыт карту, чтобы была возможность рассчитываться в магазин обе границы, получать дивиденды от средств, инвестировать в банк-счета в компании Альпари? Я думаю, что можно поинтересовать карту вашего банка. Как раз-таки, да, вот я думаю, лучший вариант именно для Альпари здесь будет карта Билл Газпромбанка Мастеркард Стандарт, потому что вы еще получите на нее скидку в рамках нашей акции. 40%. Да, скидка 40%. 15 долларов. Да, и дальше я там вам укажу, дальше укажу цены. Ну что, мы тогда хитрую схему с вами пролистаем, да? Пролистаем очень всех по уголовному вопросу безопасности. Это еще одна хитрая схема по валютообменным операциям, но я опять же вам ее поясняла уже, да? Это про то, в какой валюте и как идет пересчет. Персональный код, но еще не будет. Персональный код именно... Нет, вот, вот, вот оно, мы к этому пришли. Итак, Билл Газпромбанк первым в республике внедрил сервис 3D Secure для карточек платежной системы Мастеркард. Что это значит? Это значит, что теперь ваши операции в сети интернет стали гораздо безопаснее. Мы можем с вами пойти дальше по схеме, да, как бы, чтобы понять, вот, как делать операцию с таким сервисом. Да, ну, если кратко, да, о том принцип работы этой системы, вы получаете определенный пароль, который приходит к вам на телефон и его вводите, да? Значит, ну, если вообще говорить о схемах оплаты в сети интернет, то вы можете использовать схему по технологии 3D Secure, это вот то, о чем я вам говорила, либо оплачивать по схеме с использованием кода CVV, либо CVC. Вот, ну, эту схему вы, наверное, знаете все, да, что вы заходите на страничку магазина, выбираете себе продукты, вам показывается окно оплаты, вы вводите параметры свои, да, как правило, вводите номер карты, срок действия, там, фамилию, имя, и потом вводите свой CVV. Чем отличается схема 3D Secure? Давайте я так перелесну. Для того, чтобы подключить этот сервис у нас в банке, вам необходимо подключить систему телекарт, то есть прийти к нам в банк, написать заявление, либо распечатать заявление в интернете, заполнить его и прийти, чтобы там уже по времени сэкономить. После того, как вы подключились к системе телекарт, а эта система для карточки стандарт бесплатная, то есть вы не будете платить там дополнительных денег, вам необходимо подключиться вот к системе безопасных платежей в сети интернет. Это как раз-таки это система 3D. Подключиться к этой системе вы можете двумя способами, либо через банкомат, либо подойти к сотруднику банка. Через банкомат, насколько мне кажется, проще. Я когда подключалась, по сути, никаких проблем у меня не появилось. Вы подходите в банкомат, набираете там платежи, нажимаете на кнопочку, идете по меню, по опциям, и банкомат выдает вам чек. Чек, ну вы же знаете, что такое чек, и в этом чеке будет указан пароль, статический пароль. Вам его обязательно необходимо запомнить, этот пароль. Если же вы пойдете к сотруднику банка, вы, по сути, получите не пароль, а код определенный. Уже с этим кодом пойдете на страничку нашего банка, и там, зарегистрировавшись, вернее, активировавшись, получите такой же статический пароль. То есть, ну, есть два разных способа. Кто-то там, ну, не любит банкоматы, например, да, кому-то нужны пояснения сотрудника банка. И поэтому можно пойти двумя путями. Давайте дальше. Это есть персональный пост? Статический пароль, да. Ну, вот здесь я уже приводила пример, как происходит сама оплата. Тут, по-моему, даже я сегодня тестировала сервис и провела оплату за телефон. Значит, давайте тогда пойдем так по порядку. Вы зашли на страничку магазина, выбрали себе покупки. Вы зашли на страничку оплаты, ввели данные, номер карты, срок действия карты, фамилию, имя, CVV, и нажали оплатить. После этого, не пугайтесь, вы автоматически попадаете на страничку Белгоспромбанка. Вот вы видите окошко, похоже на это, да. После чего в этом окошке вы вводите свой статический пароль и второй пароль получаете на телефон. То есть, когда вы регистрировали свой сервис, вы зарегистрировали номер телефона свой. То есть, в момент регистрации, вот когда вы обращаетесь либо к сотруднику банка, да, либо в банкомате делали эту операцию, вот, вы зарегистрировали там свой номер телефона. После того, как вы в магазине, в этом интернет-магазине уже ввели все параметры и попали на нашу страничку, вы вводите свой статический пароль и второй пароль, который пришел к вам на мобильный телефон. Вот в этом и секрет безопасности, что происходит такое двойное подтверждение, что это конкретно вы. То есть, телефон с вами, вы его никому не отдали. Нет, на самом деле, эта система как бы безопасна. Ну, как раз-таки, я так понимаю, вы искали, когда искали партнера, искали через, с учетом данной функции. После того, как вы ввели свой пароль, который пришел к вам на мобильный телефон, вы нажимаете кнопочку оплатить, и все, и идет оплата. Вот, тем самым у вас, ну, чуть-чуть дольше процесс происходит, да, за счет введения двух паролей, но уровень безопасности, как вы понимаете, выше по много-много раз, нежели вы вводите просто вот данные такой карты. То есть, по сути, даже если кто-то когда-то что-то там сообщил по вашей карте, то в данный момент, используя данные вашей карты, тот человек, злоумышленник, не сможет провести платеж, потому что он автоматом выбросится в окно Белгоспромбанка, и у него попросят два пароля. И двух паролей не будет. Первый пароль будет все время разный. Да. Второй пароль все время разный, статический у вас будет все время постоянный. Статический пароль, когда вводишь? Ну, вот статический пароль, это тот пароль, который вам выдаст либо банкомат, либо вы получите, вот, регистрируясь на сайте. Этот пароль вам обязательно нужно сохранить. Ну, если с ним что-то случится, вам просто нужно перерегистрироваться тогда, да, то есть тут не смертельно, в общем, это. Вот, тем самым уровень безопасности очень-очень высок. То есть, практически для платежей в интернете все карточки должны быть в такой защите? Да. Потому что иначе все можно прочитать? Ну, поэтому мы, вот, в общем-то, и подключились к этой услуге, да. И пока мы единственный банк в республике. Понятно, что эта тенденция будет развиваться дальше, да. Ну, в общем, пока только мы. Вот. Что я еще хотела сказать по поводу этого сервиса? Если говорить вообще про технологии, то к сервису, вот, вводят этот сервис банки имитирующие карты и банки, обслуживающие магазины, да, то есть тот магазин, которым вы совершали оплату, он должен быть подключен к сервису 3D. Вы увидите это значком таким, да, MasterCard Secure, либо 3D там пишется. Ежели вы покупаете что-то на сайте, где этого сервиса нет, ну, то, по сути, конечно, ну, не то чтобы это странно, значит, магазин просто еще не успел, потому что магазины сейчас обязывают уже новые точно подключаться к этому сервису, и большая часть магазинов уже к этому сервису подключена, и операция оплаты проходит только через 3D по картам MasterCard, да. Вот. Но в данном случае, как бы, риск опротестовать, вернее, есть возможность опротестовать такую операцию, на самом деле, да, то есть если действительно вы докажете, что это не вы совершали эту операцию, да, вы там были в другом месте, то вам деньги вернут, потому что этот магазин, ну, в общем, не проследил за своей безопасностью должным образом. Вот. В общем, я всем держателям карт платежной системы MasterCard рекомендую этот сервис подключать обязательно, просто вот всем-всем-всем, кто платит в интернете. Сервис подключайте бесплатно, поэтому это ничего не стоит, да, это только без... Ну, вы даже не платите за свою безопасность, в общем, мы заботимся о вас таким образом. Вот. Ну, давайте следующий слайд. Ну, и так уже в завершение нашей встречи сегодня хочу рассказать о совместной акции Белгоспромбанка и компании Альпари. В общем, представители компании Альпари обратились к нам с предложением сотрудничать, и мы с большим-большим удовольствием это предложение приняли. Вот. И в рамках нашего сотрудничества всем клиентам компании Альпари предоставляем скидки. Скидки 40% на карту, да. Вот здесь вы видите, сколько стоит карта с учетом скидки. То есть первый год 15 долларов, второй год 12, и третий год 9. Поэтому, ну, все достаточно выгодно. Вот, все сделано для вас. Ну, опять же, неснижаемый остаток здесь уменьшен на 50%. Ну, вы не сможете снять неснижаемый на самом деле. Вы когда... Нет. Помните операции без авторизации. Это для этого. А если расторгать контракт с банком и закрывать друговый счет, то это... Конечно, они возвращаются. Да, да, они возвращаются. То есть, я повторюсь еще раз, это страхование от риска... Это валютная карта. Да, это валютная карта. А 3% начисляется на остаток по этой карте? На остаток по этой карте 3%, да, 3% начисляется. Да, 3% годовых. И меньше 50, и ты понимаешь, ты больше, когда больше. А с этой карты можно вручить? Да, и 10%. Да, конечно. Считай. Ну, смотрите, в рамках нашей акции мы выпускаем карты в долларах США, да, потому что это удобно вам, как раз таки, вот, для того, чтобы рассчитываться. Это карта карты. Вот. На остаток на вашем карте начисляется процент, да. Вот. И есть неснижаемый остаток в размере 50 долларов. Он возвращается вам, когда вы договор расторгаете, да. Когда обращаетесь к нам в банк и говорите, я хочу закрыть счет, после закрытия счета мы возвращаем вам этот неснижаемый остаток. А что значит сроком действия карты? Ну, срок действия карты, в принципе, у нас в банке, да, вот, 3 года, например, установлен. В 4-х лет можно продлить? Да, продлить. Причем вы будете, если продлевать карту вот на 4-й год, вы будете все равно платить 9 долларов, например, да, потому что у нас такая идет система стимулирования. Каждый, там, последующий год дешевле. Вот. Поэтому я, конечно, рекомендую вам воспользоваться картами Белгоспромбанка, в частности, вот этой картой Мастеркар Стандарт, и обязательно подключить для нее сервис 3D. Да, следующая Голд, у вас есть здесь интернет, потому что я так боюсь ошибиться в цифрах уже, там что-то в районе 70 долларов первый год, и потом понеснижающе, пониже. Да, ну, мы можем с вами сейчас конкретно посмотреть. Платинам только для Виза. Да, платинам это карточки Виза, вот, поэтому, как бы, сервиса 3D для нее нет, но я думаю, что система безопасности для карт платежной системы Виза тоже будет в ближайшее будущее. Вот, если сейчас мы откроем интернет, мы с вами, кстати, увидим сразу очень-очень много. Так, частным лицам. Пластиковые карты. Что, у Визы нету 3D? У Визы нет 3D, у них есть система verified by Visa, ну, и она, в общем, в любом случае, банки будут к ней подключаться. Скажите, а эта акция идет по всем отделениям в Беларуси? Это касается... Да, нет, на самом деле все подразделения нашего банка проинформированы. Можем, кстати, поговорить, да, про то, как вам получить эту скидку. Не все знают. Не все знают? Кто знает, как получить скидку? Какую? Вот 40% на карточку Мастеркард. Можно какой-то пароль сказать. Нет, там что-то вроде в паре обратится. Ага. От них что-то у вас что-то открыто в паре. Да. Я подробнее остановлюсь на этом моменте. Действительно, да. Вы обращаетесь в систему, получаете письмо, и все сотрудники нашего банка, которые работают с клиентами, извещены об этой акции, показывая им письмо, вы говорите о том, что вот вы клиент... Там написано было кредитное 28%. Это правильная ставка? Реальная? Вот только что назад. Простите, я вот не увидела, что там было. Закрыли интернет. Это давайте ниже. А, это кредитная карта. Да, это 28% годовых, но здесь еще нужно учитывать комиссию 20 тысяч в месяц. А реальная? Реальная будет что-то где-то там 30%. Нет, вот я вот уверяю вас, что у нас одни из самых низких ставок, именно реальных. Поэтому, опять же, вот помните, я говорила про полную процентную ставку. Вы приходите в банк, спрашивайте эту ставку и сравнивайте. Тогда вы сразу поймете. Я спрашиваю про реальную. Спрашивайте эффективную. Реальная ставка... Посмотрите ее, как хотите. Смотрите, реальная ставка зависит от суммы вашего кредита. Я, например, не могу вам сказать ее, потому что чем больше сумма, тем ниже процент. ...белорусских рублей, и через год сколько нужно вернуть? Так, я не поняла ваш вопрос. Вы про депозит или про кредит? Про кредит, про кредит. Взяли, да. Умножьте на 28. С миллиона получится у вас 1 300 000 рублей, да? Ну, ориентировочно. Ну, я просто говорю, что полная ставка, именно вот эта реальная, она зависит от того, какая у вас сумма. К сожалению, Петр Петрович не стоит, ставит наши банки, сообщать клиентам... Ой, вы знаете, я вам вот здесь с вами не согласна. Мы когда клиенту выдаем договор, выдаем документ, где написано полная ставка состоит. ...столько обслуживания стоит, столько процентов... Нет, 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 там внизу посчитано полная ставка. Ну да, предлагаю не отвлекаться от тем, конечно, встречи. Вопрос, понятно, актуальный, но обо всех банковских услугах, к сожалению... В следующий раз. Да, в следующий раз. Более того, я думаю, что для наших клиентов будет вопрос не как, где взять кредит, а где разместить иппозит. Где разместить иппозит. Да, вопрочение. Ну что ж, подводя итог к семинару нашему сегодня, я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли послушать. Я очень рада, что мы с вами поработали в таком режиме диалога. Я надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы возникающие. Мне было очень приятно с вами здесь сегодня. Поэтому... Спасибо. Да. Минуточку. Светлана, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Срок открытия карты 3 дня за дополнительные 10 долларов 5 часов. Есть ли возможность заполнить часть документов через интернет, заплатить 10 долларов в банке и исправиться за один день? Живу не в Минске. Что мы ответим Михаилу? За один день не в Минске? Все зависит от того, в каком регионе. Нет, на самом деле, нужно понимать, что карты сами изготавливаются в Минске. И для того, чтобы передать ее в регион, нужно время. Вопрос, какой это регион, может быть, мы и сможем помочь клиенту. Я думаю, что вам необходимо обратиться по телефону, посмотрите на сайте, да, телефоны, объясните вашу ситуацию, и оптимальный вариант вам сделают, я думаю. То есть мы с клиентами работаем в индивидуальном порядке, поэтому можно, если это все-таки недалеко от Минска, в один день, наверное, попробовать. Все зависит от того, какой это день, там, например, вторник либо пятница, у нас даты передачи карт просто определенные есть. Еще вопросы к Светлане Александровне есть? Тогда я предлагаю поблагодарить Светлану Александровну. Спасибо большое. Спасибо. Так, пожалуйста. Я могу вам подать эту штуку? Сейчас мы вручим Светлане Александровне комплект литературы по рынку Форекс. Это будет книга Форекс от первого лица. Так, меня тут как-то плохо видно, я в камеру попытаюсь попасть. Спасибо большое. Книга Форекс Трейдинг, руководство по торговому терминалу Мета Трейдер, и книга «Биржевая история», то есть история финансовых рынков и бирж с момента их зарождения по сегодняшний день. Еще раз благодарим вас за то, что вы сегодня сюда пришли, отвечали на вопросы присутствующих, на вопросы наших зрителей в интернете. А сейчас я, как представитель компании, уже готов ответить на какие-то ваши вопросы, адресованные именно к компании «Аль Пари». Сразу остановлюсь, если хотите. Я действительно очень рада тому, что здесь сегодня у нас произошло, потому что это очень ценно, обменяться информацией с клиентами. Поэтому спасибо вам, что вы меня выслушали. Держите.